ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Спортивная программа Итак, дети, тема сегодняшнего занятия – «Устный счёт». Откройте свои рабочие тетради и записывайте. ИЧИ, НИ, САН, СИ, ГО, РОКУ, СИЧИ, ХАЧИ, КУ, ДЗЮ. Нет, Серёж, спокойствие, только спокойствие, как говорил великий Карлсон. Никакого урока, конечно же, не будет. Однако, как считать от 1 до 10 по-японски, я вам рассказал не случайно. Потому как продолжаю знакомить вас с восточными единоборствами. И вновь, друзья, Айкидо. Всем физкульт-привет. С вами Захар, спортивный комментатор Детского радио. Ну, начнём, пожалуй, тренировку. Нет, я не буду учить вас приёмчикам, захватам, толчкам, броскам, уклоном или кувыркам. Я расскажу, как надо вести себя на тренировке по Айкидо, чтобы прослыть человеком культурным, вежливым, почитающим учителя и товарищей. Прежде чем войти в зал, который японцы называют додзё, то есть место постижения пути, надо надеть спортивную форму. Спортивный костюм не наш случай. Кроссовки тоже надо будет оставить в раздевалке. Куртка, пояс обе, да штаны с широкими-широкими штанинами. Хакама. Вот и вся одежда настоящего Айкидока. Да, если кто скажет, что куртка это кимоно, тот глубоко ошибается. Называется она кайкоги. Ну вот костюм надет, входим босиком. И только босиком на татами. Татами, Катя. Это такие тонкие матрасы, набитые рисовой соломой. Здрасте или же хелло. Вежливый Айкидока говорить не станет. Он отвесит поклон. Рэй, всем собравшийся на тренировку, и скажет добрый день. Конничева. Поздоровавшись, поклонившись и хорошенько размявшись, можно и тренироваться. Все знают Айкидо как миролюбивое единоборство. Но учат в Айкидо и обращение с мячом. Нет, Рома, не чеканить или бить по воротам. Айкидоки не футболисты. В некоторых школах Айкидо учат работать с оружием. Правда, не с настоящим. Можно научиться управляться с деревянным мячом. Он называется бокен. Ловко фехтовать шестом. Он называется коротким словом дзё. И даже работать с ножом. Деревянный учебный нож называется танто. А вроде же Айкидо это как бы и не спорт, да? Тогда откуда оружие, спрашивает Маша. Маше и всем остальным отвечу. Айкидо – древнее искусство. И в стародавние времена меч был главным, но не единственным оружием самурая. Самураи, если кто не знает, это такие знатные японские воины. Так вот, помахать мечом, шестом или ещё каким другим оружием они очень любили. Вот с тех пор во многих японских боевых искусствах и учат работать с оружием. Мало ли, с кем придётся встретиться. Не с каждым голыми руками можно справиться. Сейчас, конечно, по улицам с шестами и мечами никто не ходит. Так что работа с оружием есть не во всех школах Айкидо. А вот зачем вы нас в начале программы считать по-японски учили? Спрашивает меня внимательно Серёжа. А я отвечу. Во-первых, Серёжа, все упражнения проводятся под счёт. А во-вторых, хоть Айкидо и не совсем спорт, определять, кто лучше, а кто хуже владеет приёмами, необходимо. Так вот, степень мастерства в Айкидо определяется данными. С первого до десятого. Помните, как считать? Ичи, ни, сан, си, гоу, року, щити и хачи, кудзю. Не запомнили? Не беда. В некоторых школах для простоты и наглядности мастерство ученика определяют цветом пояса. Обе. Белый у новичка, жёлтый и потом оранжевый, это значит, вы уже чему-то научились. Зелёный получают те, кто проучился не менее двух лет и уже не боясь сможет ронять нападающих на него коллег по тренировке на татами. Синий, а затем коричневый, это уже для тех, кто прям совсем мастер. Ну, а чёрный пояс вручают тому, кто вообще самый-самый. А как вот определяют, кто и чего достиг? Проводят экзамены. Учителя-сенсей смотрят, как ученики выполняют движения, приёмы, кувырки. Но, пожалуй, на этом всё. Тренировка подошла к концу. Все друг дружки кланяются. О, тогай, а не рей. Всё, осталось только сказать всем спасибо и идти в раздевалку. Нет, Паш, не пакедва или бай-бай. Вежливое японское сайонара. Это до свидания. И добавьте обязательно домаригатоа газаймачта. То есть большое, ну, можно сказать, огромное спасибо. Освоить все премудрости этого вида восточных единоборств можно. Не просто, не быстро, но можно. Айкидо, как никакой другой вид спорта, учит спокойствию и выдержке. Где? Много секций, много. Выборы есть. И хотя история айкидо в нашей стране насчитывает лишь несколько десятилетий, у России появилось много настоящих мастеров, у которых есть чему поучиться. Занимаются айкидо у нас везде. От востока до запада, от юга до севера. Кстати, о севере. Компания «Газпром» строит множество физкультурно-оздоровительных комплексов именно на севере. Так что ребятам есть где заниматься спортом круглый год. Ну, а с вами был Захар, спортивный комментатор детского радио. До моря готова к взаимощта!